Планирование на три года вперед. Бюджет Ненецкого округа будут верстать на перспективу. Выполняется в сроке. Северный завоз 2016 идет по графику. Единый учет и контроль. Магазины осваивают государственную систему учета покупки и продажи алкоголя. С главными событиями этого дня в студии Оксана Ульяновская. Возвращение к трехлетнему планированию. С 2017 года закон о бюджете Ненецкого округа будет приниматься на три года с учетом бюджетного прогноза. Соответствующие изменения были приняты на 25-й сессии Собрания депутатов. Проект окружного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов должен быть внесен губернатором в Собрание депутатов не позднее 3 ноября. Ранее предельный срок предоставления документов был определен 20 октября. Может быть таких желающих будет много, может быть наоборот единицы, поскольку стоимость компенсационных выплат будет зависеть от территории вселения. Напомним, решение возвращения трехлетнего бюджетного планирования на федеральном уровне было принято в мае текущего года. Дополнительный механизм включен в программу «Ветхое аварийное жилье» в Ненецком округе. Он предусматривает предоставление компенсационных выплат гражданам-собственникам жилых помещений, которые изъявят желание переселиться в районы за территорию округа. Исключением станет город Москва. Решение было принято на очередном заседании администрации округа. Программа будет распространяться на тех собственников, чьи дома включены в реестр «Ветхого и аварийного жилищного фонда». Это расширит механизм переселения за территорию Ненецкого округа. Дать точный прогноз сейчас сложно. Компенсация будет зависеть от территории вселения. Механизм заработает в начале следующего года. План по северному завозу выполнен более чем наполовину. По данным руководства Севержилкомсервиса, завоз топливно-энергетических ресурсов поселения округа выполняется в плановом режиме. На сегодня всеми видами топливно-энергетических ресурсов в полном объеме обеспечены Харута, Харивер, Несь, Коткино, Щелина, Лабожская, Тошвиска, Пылемец, Воланга. Компания по обеспечению населенных пунктов топливом должна завершиться до начала октября. В рамках северного завоза в округ уже доставлено более 14,1 тысяч тонн каменного угля, 3,3 тысяч тонн дизельного топлива и 2,1 тысяч кубических метров дров. От запланированного объема угля доставлено порядка 70%. Дров 20% дизтоплива, 40% бензина. Технических масел и смазок 50%. В настоящий момент осуществляется выгрузка дизельного топлива в ОМИ. В Индигейшонин на разгрузке находятся суда с отопительными дровами и углем. В 2016 году Севержилкомсервис также организует поставку угля и для 70 котельных, которые отапливают расположенные на селе государственные учреждения образования, культуры и здравоохранения. Доставку топлива поселок Амдерма организует местное предприятие Амдерма-сервис. В настоящий момент объявлен открытый конкурс на право заключения договора поставки нефтепродуктов. На побережье Карского моря планируют доставить около 1,5 тысяч тонн дизельного топлива, а также 5 тонн моторного масла. Из Великого Новгорода вернулись будущие спасатели. Студенты Ниньского аграрно-экономического техникума стали участниками ежегодного полевого лагеря спасателей. Место найдется каждому. В новом учебном году детские сады обеспечат местами всех детей в возрасте 3 лет. 1 сентября в детских садах округа будет обеспечено место каждому ребенку в возрасте 3 лет. Впервые 1 сентября порог детского сада переступит 774 ребенка в возрасте 2-3 лет. Из них 621 в Нарьинмаре и поселке Искателей. И 153 в окружных населенных пунктах. Распределение по дошкольным учреждениям проводится в соответствии с очередностью постановки на учет нуждающихся в детском саду детей. Детям с 3-х летнего возраста, согласно указу президента России, места должны быть предоставлены в обязательном порядке. На сегодняшний день в очереди числится 1791 ребенок. С 1 сентября это число сократится на 774. В списке очередников останутся только дети младше 3-х лет. В Ниньском округе функционирует 32 дошкольных образовательных учреждения. В том числе 11 в городе Нарьинмаре, 3 в поселке Искателей, 18 в сельских поселениях. Направление в детские сады и подробную информацию по списочному составу детей с поселка Искателей и города Нарьинмара можно получить в профильном департаменте детей из населенных пунктов в местных детских садах. Численность первоклассников в Ниньском округе увеличилась. С 1 сентября за школьные парты сядут более 730 новоиспеченных учеников. Об этом в понедельник на оперативном совещании губернатора Игоря Кошина сообщила его заместитель, руководитель Департамента образования, культуры и спорта НАУ Галина Медведева. В прошлом году впервые школьный порог переступили 692 первоклассника, в 2014 – 675. По словам Галины Медведевой, ряд первоклассников пойдут учиться в Ниньицкую среднюю школу имени Пырерки, которая ранее работала как школа-интернат. С 2016 года учреждения функционируют в режиме средней общеобразовательной школы. Реорганизация связана с большой загруженностью городских школ и ежегодным увеличением первоклассников. Также руководитель Департамента сообщила о том, как проходит вступительная кампания в Ниньицком округе. Численность первоклассников в Ниньицком округе увеличилась. С 1 сентября за школьные парты сядут более 730 новоиспеченных учеников. Об этом в понедельник на оперативном совещании губернатора Игоря Кошина сообщила его заместитель, руководитель Департамента образования, культуры и спорта НАУ Галина Медведева. В прошлом году впервые школьный порог переступили 692 первоклассника. В 2014-м – 675. В свою очередь уже завершен первый поток вступительных испытаний в организациях профессионального образования региона. Полностью набрал на бюджетные места свои группы Ниньицкий аграрно-экономический технику. На 60% – Наринмарский социально-гуманитарный колледж имени Ваучейского. На 75% – Ниньицкое профессиональное училище. По словам заместителя губернатора, второй поток поступающих будет формироваться, начиная с 20 августа. По-настоящему спасали пожарников и тонущих на открытой воде. Из Великого Новгорода вернулись 8 студентов Ниньицкого аграрно-экономического техникума. Они стали участниками межрегиональных полевых лагерей «Юный спасатель» и «Юный пожарный». Вместе с сотней ребят из всего Северо-Запада Наринмарцы демонстрировали навыки спасательных работ. Смотри голову. Аккуратно, аккуратно давай. Все принимаешь? Принимаешь. Раз, два, три. Все, молодец. Вынести из задомлённой шахты пострадавшего и не навредить ещё больше. С такой задачей могут справиться только подготовленные. Ученики и студенты со всего Северо-Запада решали сложные задачи быстро и правильно. Ведь они – будущие спасатели. Полученные в школах и техникумах знания ребята использовали в течение 9 дней. Каждый день – новый этап. Больше всего понравилась спасательная работа на акватории. Нам нужно было достать пострадавшего со дна, после чего довезти его на берег. И с льдины достать второго пострадавшего. И тоже доставить его. И потом спасти пострадавшего, докинуть ему нужно было кову. Оздоровительный лагерь «Волынь» в Новгородской области стал традиционной площадкой состязаний для будущих пожарных и спасателей. В Ненецком округе готовить специалистов в этой сфере стали недавно. А потому ребятам необходимо объективно оценить свои знания и умения. Поездка в межрегиональные полевые лагеря «Юный спасатель» и «Юный пожарный» состоялась благодаря окружной поддержке. Региональное отделение Российского союза спасателей выиграло грант для некоммерческих организаций в размере 300 тысяч рублей. То, что смогли, то смогли. Потому что у нас нет высотных разрушенных зданий, с которых мы можем спускаться, на которые мы можем подниматься. У нас нет инструмента пока. Благо, что ребята из поисково-спасательного отряда, из поисково-спасательной службы помогают, подключаются и готовят ребят. В любом случае, в каждом конкурсе, в каждом соревновании кто-то сильнее, кто-то слабее. В данной ситуации мы не самые слабые. При этом у нас есть призовые места на серьёзных дистанциях. По результатам всех этапов сборная из Ненецкого округа стала восьмой среди 11 команд. Первое место взяла команда Новгородской области. Второе – сборная Вологодской области. Замкнули тройку победителей – будущие спасатели и пожарные из республики Карелия. Валентина Чибичик, Антон Водряков, Телеканал «Север». Отдыхать дёшево и сердито теперь можно и в Нарьинмаре. В посёлке Сказели открылся первый в Ниньском округе эконом-отель. О том, какие условия предлагают гостям и жителям округа, рассказал владелец хостела. С 1 июля российские магазины, расположенные в городских поселениях, вводят полный электронный учёт алкоголя. Для фиксации закупки и продажи спиртосодержащих товаров будет применяться система государственного контроля ЕГАИС. По информации профильного департамента на территории Нарьинмара и посёлка Искатели, расположены 43 магазина. Все они с 1 января подключены к единой государственной автоматизированной информационной системе в части подтверждения закупки алкоголя. Розничную продажу алкоголя на сегодняшний день подтверждают 33 торговые точки. Ещё 10 приостановили продажу спиртосодержащей продукции до установления технических сбоев, препятствующих передаче информации в систему. С 1 июля 2017 года к системе в части продажи алкогольных напитков должны также подключиться и городские общепиты, и все населённые торговые точки. На сегодня в НАУ насчитывается 112 торговых объектов, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции. За нарушение установленного порядка учёта алкоголя предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических – от 150 до 200 тысяч рублей. Очередной рейд природоохранной службы закончился благополучно. Сотрудники Центра природопользования и окружной полиции провели трёхдневный рейд по реке. Маршрут пролегал от Печорской губы до мыса Константиновский. В этот раз уловом стали три изъятые и три бесхозные сетки. Этим рыбакам удалось закончить рыбалку без крупного штрафа. Завидев катер природоохранного рейда, жители Йормицы скинули весь улов в воду. Необходимого для вылова рыбы разрешения документов частного предпринимателя, конечно же, на руках не было. Поэтому в виде наказания только изъятие сетей. Из очередного рейда сотрудники Центра природы и полиции привезли три таких орудия лова. По словам проверяющих органов, сегодня на Печоре браконьеры с ценным уловом попадаются всё реже. У нас проблемы. В плане того, что здесь мы более-менее наводим порядок всеми силами. То есть, знаете, только заезжаешь на территорию Коми, там беспрепятственно плавают браконьеры. То есть, полномочий у нас нет на территории Республики Коми. Поэтому они видят там границу, границу пересекают и свободно плавают. То есть, вот тут бы хотелось обратить внимание наших коллег из Республики Коми, чтобы в этом вопросе как-то они помогли нам в данной ситуации. Богатым на улов сетей и незаконно добытой рыбы был прошлый год. За 60 проведенных рейдов оформлено 94 административных протокола и 10 материалов уголовных дел. За летний сезон было изъято рекордное количество рыбы – порядка 400 килограммов. Большая часть изъятого улова принадлежала троим жителям Республики Коми. Незаконный промысел вёлся на реке Море Ю, на территории Юшарского сельсовета. За пять дней браконьеры выловили около 300 килограммов сегов, пеледи, чира, налима, щуки, хариуса. Согласно статье 256 Уголовного кодекса за незаконную добычу и вылов водных биологических ресурсов группа лиц, максимальное наказание составит два года лишения свободы. Дмитрий Марков, Антон Гудряков, Телеканал Север. Новый виток в развитии малого предпринимательства. В посёлке Скателе открылся первый в Ненецком автономном округе хостел. Что скрывает за собой необычное название и насколько мини-отель будет привлекателен для посетителей? Смотрите в следующем сюжете. Отведать деликатесные оленинки, насладиться белыми ночами и познакомиться с традиционной культурой народов Севера теперь может даже самый бюджетный турист. На Ринмаре открылся первый хостел. Какие условия предлагает отель эконом-класса, узнаем у его владельца. Артём, здравствуйте. Ну, показывайте ваше владение. Пожалуйста. Номер трёхместный. Имеется всё в наличии. Три кровати, комплекты постельного белья, два полотенца на каждого человека, холодильник, телевизор, шкаф, стол, ночник, чайник. Соответственно, все условия для комфортной жизни. А покажите нам, пожалуйста, где можно покушать. Так, пойдёмте, пройдём на кухню. Кухня на шесть человек. Соответственно, есть холодильник. Здесь у нас будет сейчас плита, вытяжка, чайник. То есть люди могут сами прийти, приготовить всю еду, тут же поесть. Сейчас прорабатываем сервис по доставке питания ещё в номер. То есть, чтобы человек мог заказать, ему завтра к 8 утра, допустим, номер доставили, когда необходимо. Тут у нас туалеты. Пожалуйста. Два туалета на 8 комнат. Всего у нас 16 мест, человекомест. Два трёхместных номера, четыре двухместных и два одноместных. Стоимость проживания у нас единая, составляет 1100 рублей на человека. То есть, вне зависимости, одноместный, двухместный, либо трёхместный номер. Так, пойдёмте, покажу душевые. У нас две душевые, есть стиральная машина. То есть, посетители могут обратиться к дежурному, и она постирает им одежду. Поставили более, чтобы не зависеть от горячей воды, от водоснабжения у нас своя скважина. В дальнейшем будем делать газовое отопление, чтобы, когда необходимо, было всегда тепло. По своим параметрам, мини-отель ничуть не уступает трёхзвёздочной гостинице. Единственное отличие – это удобство, которое находится не в номере. За чистотой и порядком в номерах следят пять человек. Администратор – две горничные и два дежурных. Для заселения необходимо только паспорт и деньги. Сделали мы сайт, но пока это временная разработка. Вообще, основной сайт, он разрабатывается. Сайт agatnow.ru. Я думаю, в течение двух недель появится полноценный рабочий сайт. Так, есть номер телефона и будем продвигать на рынке по всей России. Также разместимся на букинге. В финансовом плане помощь из бюджета Артём Бородчук не получал. Зато значимую поддержку фонд поддержки предпринимательства оказал в виде ускоренного подключения необходимых коммуникаций. Данный проект мы считаем экономически выгоден для округа и для предпринимателя, и для туризма в целом. Потому что цена и качество в данном хостеле соответствуют друг другу. Первые постояльцы уже опробовали мягкость матрасов и уют комнат. В планах организация доставки питания, строительство беседки и парковки. Елена Семёнычева, Антон Двудряков, Телеканал «Север». На этом пока всё. Увидеть новости можно и на нашем сайте. Далее прогноз погоды.